Я приветствую всех отважных воинов и гринлистов, что не боятся смотреть в лицо смерти. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, товарищи! Решил видосик записать по поводу отрядика. Отрядик сегодня я взял вот такой вот немецкий. Сейчас будет инфа подробнее. Если вдруг кто не знает, идёт операция Тихий Охотник и, собственно, сегодня как раз получается, я каждый день делаю заданки, это всё выполняю и получил билет на получение отряда на выбор. Когда получаете билет, заходите в обеспечение, значит, отряд в Нормандии у нас один и в Тунисе можно будет взять. Здесь, собственно, просто его приобретаете. Начал уже улучшать, менять способности и потом думаю, а что бы не записать, потому что если вы такой отряд возьмёте, вам будет, наверное, полезно. Вообще, давайте начнём со внешнего вида. Это очень крутые ребята и я бы их назвал боевыми кустами. Блин, ну они действительно боевые кусты. Самое ещё примечательное, здесь идёт оружие с глушителем. И если вы посмотрите внимательно на отряд, у нас три штурмовика с МП-40 с глушителями и потом ещё и инженер идёт. И ещё идёт у нас гренадёр. В общем, тоже имеет он МП-40. Я обычно ставлю первым инженера, потом, в принципе, но не все, так как с МП-40, без разницы, можно сделать вот так. Значит, отряд идёт без слота. Просто имейте в виду, вам придётся слот освободить, чтобы отряд поставить. Ну и, собственно, пять человек раскачанных, это очень круто. Давайте, значит, посмотрим. Начнём с того, что ребята имеют по четыре звезды. Чтобы вам их поулучшать, вам надо будет потратить по 54 заявки. Одного гаврика я уже улучшил на пять звёзд и ненужные перки я поскидывал. Также у вас изначально в базовой комплектации идёт пять очков переподготовки. Ну и, собственно, смотрим, что нам не надо. Например, вот скорость... Кошка, можно не орать, пожалуйста? Скорость залезания на объекты. Вот, мы меняем. Удачно выпало. 75 на аптечку. 200 тут уже есть восстановлено, короче, восстановление. Ну, собственно, дальше меняем, как говорится, на чего бог пошлёт. В принципе, вот это я тоже меняю для того, чтобы поставить больше на выживаемость, если она выпадет. Вот, ну, если не выпадет, просто скипаем перки. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вот это не надо, вот это не надо. Два остаётся. Улучшаем. И всё. Одного я здесь уже гаврика немножко улучшил. Да, вот, смотрите, у него вообще отлично всё выпало. То есть, прекрасно. Тут можно ещё вот так вот добавить. Скорость дослания патрона. Так, это нам не надо. Восстановление. Ну, вот это только один перк. Не сильно такой полезный. Скорость бега? Ну, окей. Вот, смотрите, вот этот гаврик вообще получился хороший. У него есть здоровье вне боя, восстанавливается нормально. И 200 с аптечкой, короче, делов. И быстро будет вставать. Далее. Будем снаряжать. Уже хорошо, что есть у этих ребят большие рюкзаки и аптечки. Собственно, докидываете ещё аптечек. Хотите, можете поменять на сумки. То есть, это уже всё, как вы сами пожелаете. Пляжки тут есть и всё в этом роде. Сюда докинете. Ну, и ещё важный момент. Это то, что можно вашему гренадёру, бронебойщику, докинуть сюда, если вы вкачали афенеров. Или афенерор. Как правильно? Я не знаю. Изначально панцерфауст идёт. Но, понятное дело, что вот эта вот шайтан труба, она будет здесь, конечно же, выгоднее. Вот. Ну, и, собственно, я сейчас улучшу всех этих ребят. Не буду я это всё показывать каждого, да. И далее пойдём в бой. Уже посмотрим непосредственно на то, как влияют боты на оружие с глушителем. Я постараюсь это всё заснять и показать. Офигеть. Смотрите, что у инженера есть. Можно поставить пулемётную, блин, точку, зенит, кукушку. То есть это инженер второго ранга выходит. Очень крутые ребята. Так, поставил сюда потрошек. И кто-то моих уже разносит. Да, дохнут боты, в принципе, как обычно. Просто они пока уже дошли сюда. Пока они дошли, уже сдохли. Двое. Оружие контролится очень-очень приятно. Я вот первый раз сейчас играю. Первый раз стреляю. Ну, понятное дело, да, оружка раскачанная. Конечно, она будет хорошо себя чувствовать. НИТ АМОБОКС. Окей. Идём ставить. Да, очень хороший отряд. То, что тут инжи есть. Всё остальное. Ну, вот, когда по солдатам стреляешь, получается, понятное дело, они будут на тебя обращать внимание, конечно же, естественно. Вот. А другие, в принципе, пробегают мимо. Обычно начинаешь, если зажимать все солдаты во вражеском отряде, на тебя оборачиваются. Собственно, так и должно работать бесшумное оружие. Ты потихонечку стреляешь там в кого-то одного, он на тебя агрится, а остальным, как бы, в целом-то и наплевать. Вот, наваливает хорошо, конечно. Ну, собственно, ребята, что здесь ещё рассказывать, что здесь показывать, да? Я думаю, и так всё понятно. Отряд, конечно, если вы особенно недавно играете, он для вас будет очень полезен, потому как он очень хорош. Вот. И, собственно, на этом у нас будет всё. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. Пока. На этой прекрасной ноте и закончу. Субтитры сделал DimaTorzok